МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только с самым интересным. Карагандинская делегация вернулась из Республики Беларусь. В Карагандинской области появится завод по производству железного концентрата. Оплата идет, КСК не работает. Жители одного из домов по улице Муркена-Абдирова недовольны работой своего КСК. В Караганде создадут уникальный комплекс по сушке и очистке зерна. Это будет совместное предприятие с белорусами. Такая договоренность была достигнута в рамках двудневного визита карагандинской делегации в Республику Беларусь. В дружественной стране карагандинцев ожидала расширенная программа. Участие в бизнес-форуме и посещение нескольких предприятий Минской области. Все подробности у нашего корреспондента. Итоги крупного бизнес-форума в Минске подвели подписанием более 10 меморандумов о взаимном сотрудничестве между карагандинскими предпринимателями и белорусскими коллегами. К принятию соглашений предшествовали двусторонние переговоры. К слову, делегацию из шахтерской столицы Казахстана представляли руководители предприятий, консорциумов, научно-производственных холдингов и университетов. В результате налажено партнерство в самых разных секторах экономики. Кисломолочная продукция – один из брендов в Беларуси. В сфере животноводства здесь добились небывалых результатов. Вот, к примеру, доельный зал «Карусель» – последние достижения молочного производства. Процессом доения и кормления буренок управляет специальное оборудование. Все проработано до мелочей. Учитывается даже длина соломы. Без участия человека абсолютно вот эта работа производится. Здесь находится селекционер и два оператора. И все. И процесс управления стадом, разделение молока до корма, разделение коров по группам – это очень важно. Это комфорт для животных. Белорусские самосвалы – еще одна гордость республики. Знаменитому автомобильному заводу в этом году 65 лет. Здесь выпускается более 2000 большегрузов в год. Каждый третий карьерный самосвал в мире – это БелАЗ. Сейчас компания работает над увеличением грузоподъемности. Ведь чем больше грузоподъемности, тем экономичнее самосвалы в использовании. Совместные предприятия действуют в Караганде уже второй год. Пока основная деятельность завода – сервисное обслуживание белорусских большегрузов. В планах закрыть потребность карьерных самосвалов всего Казахстана. Остается вопрос сопровождения машин, сервис, чтобы предприятие получило соответствующие навыки. Благодаря тому, что мы умеем делать, мы передаем и стараемся это донести до наших партнеров. Караганда намерена приобрести у белорусов универсальную уборочную технику, открыть сервисный центр по техническому обслуживанию тракторов, создать совместное предприятие по производству уникального комплекса посушки и очистки зерна. Эти договоренности также были достигнуты в ходе визита в Беларусь. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Карагандинской области появится завод по производству железного концентрата. Инновационный проект балхашской компании стоимостью более 500 миллионов тенге рекомендован для включения в карту индустриализации на заседании Координационного совета по председательству Макима области Баужана Абдишева. Компания «Айрон Концентрат» находится в Балхаше. Сегодня завод внедряет новое производство. Теперь переработанные минеральные ресурсы, которые ранее в Казахстане не использовались и считались отходами, компания хочет перерабатывать и продавать. Сегодня завод получил первый пробный продукт. Уникальность состоит в том, что ранее это средство не перерабатывалось до такой степени и невозможно было получить кондиционный железный концентрат. Мы это сделали и второе, что мы это все вписали в существующую технологическую линию. Накануне проект презентовали Координационному совету по фортированному индустриально-инновационному развитию. Идею одобрили и передали на рассмотрение Министерству индустрии новых технологий. Среди тех, кто рассчитывает на поддержку государства, и компания Global Chemicals Industry. Предприятие планирует построить комплекс по выпуску боритового утяжелителя на базе месторождения Бестабе. По словам руководителей компании, это будет самый крупный высокотехнологичный завод в СНГ по переработке боритовых руд. Его общая стоимость составляет более 4 миллиардов тенге. На Северном море находятся сверх глубокие скважины нефтегазовые. Туда требуется очень высокое качество продукции. И это будет первая компания, которая будет продавать продукцию данной категории на Северном море. Если кратчайши широкие нам одобрят передачу прав недропользования месторождения Бестабе, мы в течение 19 месяцев готовы реализовать проект. На заседании курсовета были рассмотрены еще ряд проектов для включения в карту индустриализации и поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, впервые были рассмотрены и одобрены два проекта на субсидирование процентной ставки по программе развития моногородов. Необходимо отметить, что ставка субсидирования, возмещаемая государством в рамках программы моногородов, до 10%. Если по бизнесу «Дорожной программе бизнес-2020» до 7% было, а по моногородам 10%. Поэтому здесь также отсутствуют сегодня отраслевые ограничения. Если раньше были отраслевые ограничения, там торговля не поддерживалась, там были определенные ограничения. То есть, сегодня все эти ограничения сняты. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганде назначен новый зам Акима. Им стал теперь уже экс-глава Октябрьского района Кайрат Бегимов. Он будет отвечать за вопросы энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Исполняющим обязанности Акима Октябрьского района назначен Алимжан Канаев, до настоящего момента заместитель районного главы. В структуре исполнительной власти Караганды произошел также ряд назначений первых руководителей. На должность начальника отдела координации вопросов строительства, архитектуры, земельных отношений аппарата Акима города назначена Асель Серкибаева. Кресло начальника отдела земельных отношений занял Ернарда Ребеков. А начальником отдела экономики и бюджетного планирования города Караганды стала Айнура Покашева. Прервемся на рекламу. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Сезон горячих батарей подходит к концу. Народные избранники в преддверии очередной сессии по этому поводу с визитом к монополистам, которые так или иначе задействованы в проведении отопительного сезона. Сегодня компания «Караганды Жарык» показала депутатам, на что тратятся деньги потребителей и как воплощается в жизнь инвестиционная программа. Отчитались о проделанной работе первые руководители компании-услугодателя. Заместитель генерального директора «Караганды Жарык» о том, куда тратятся миллиарды. Проводится капитальный ремонт высоковольтных и воздушных линий, обновляется оборудование подстанции, ведется замена трансформаторов. Рассказали о проблемах насущных. Таковыми являются бесхозные сети. Сейчас по поручению премьер-министра Казахстана ими занимаются по всей стране. Мы по ним тоже сделали техническое рассвидетельство, но дальше идет разговор. Переговоры ведутся о передаче их на баланс или договорными условиями их обслуживать. Потому что бесхозных сетей не должно быть. Это объекты повышенной опасности. В последнее время к депутатам поступают обращения со стороны избирателей насчет работы электросетевой компании. Народные избранники заодно передали мнение горожан. Вот, к примеру, самый актуальный вопрос – новые приборы учета. Потребители считают, что с новыми счетчиками они стали платить больше. Монополисты же объясняют разницу в начислениях классом точности прибора. Электронный в два раза точнее индукционного. Тем, кто сомневается, предлагают провести независимую экспертизу. Я знаю, как потребитель, у меня у самого дома стоит новый прибор учета. Раньше та же зарядка для сотового телефона, я не знаю, какое-то слабое освещение, счетчик даже не трогался. Мы несли потери. На данный момент этот прибор учета, он очень чувствительный. То есть, если даже вы оставили включенные, я не знаю, там, те же зарядные устройства, включенный телевизор, да, он считает все. От слова к делу. Показали депутатам и модернизированную подстанцию «Юго-Восток». Она питает электричеством одноименный микрорайон и часть Степнова. Здесь установили новое оборудование, тем самым значительно увеличили мощность подстанции. Сегодня компания готовит проектно-сметную документацию для строительства новой линии, которая обеспечит электроэнергией район Кунгей. По завершению реконструкции данной подстанции, наша компания имеет в перспективных планах строительство высоковольтной линии на Кунгей, что позволит запитать практически всех потребителей живого массива Кунгей. Народные избранники объехали в этот день не один объект. Сотрудники Караганды Жарык показали им, как работает их обновленное оборудование в микрорайонах Гульдер, Восток-3, на улице Лихачева и в районе Мелькомбината. Всем увиденным визитеры остались довольны. Деньги расходуются строго по назначению, заключили депутаты. Есть, конечно, небольшие замечания по бесхозным сетям, также по бэушным опорам электрическим, которые должны демонтировать в этом году пообещали нам. Но также очень много положительных двигов в плане реконструкции электрических сетей, приборов учета. Поэтому по итогам этой выездной комиссии можно сделать определенные выводы, что деньги расходуются по назначению. В мае текущего года состоится очередная сессия Маслехата, и в связи с этим будет осуществлено несколько выездов на предприятия Теплотранзит Караганда, Караганда-Су, Караганда-Жарык и Энергоцентр. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Оплата идет, КСК не работает. Мусор, заброшенные подвалы, огромная дыра в подъезде. С такими проблемами живут жители одной из многоэтажек по улице Нуркена-Абдирова уже пятый год. Сырость подвала проникает в квартиры, где стали появляться тараканы и мошки. Возмущенные карагандинцы обратились за помощью в КСК «Атлант». Однако те по сей день кормят одними обещаниями. Не платят ни мусорку, ничего абсолютно, а мы платим все. Жители проспекта имени Нуркена-Абдирова пятый год не могут привести свой двор в порядок. Подъезд, как и подвал, не видел ремонта уже несколько лет. Огромная дыра появилась в результате ремонта, который проводился еще четыре года назад. Возмущенный народ отмечает, что так жить просто невозможно. Проломили дыру, делали трубы. Уже прошло около полугода и ничего с этим не делают. Люди жалуются. Надо что-нибудь предпринять. То, что у нас двор загажен, это вы сами видите. Мусорка была на месте, взяли, перенесли на детскую площадку. Каждый привозит гараж, ставят. Никто им никаких претензий не предъявляет. В подвале все загажено. Уже в квартире комары появились. Уже появились. Ну, а насчет транспорта, я не знаю. Тут надо вопрос решать. Вот магазин, по 20 машин в день подъезжает. Ну, что это такое? Ни детей не вывезти, ни людям не выйти. Но это не последняя проблема, с которой столкнулись жители. В многоэтажке уже четвертый год протекает крыша, а латать ее никто не собирается. В КСК обращаться бесполезно. Многострадальцы утверждают, что все коммунальные услуги они оплачивают вовремя. Вот только непонятно одно, куда уходят эти деньги. Из-за месячной плоти говорят, что мало. Ну, давайте сделайте по 15 тенге тогда, если мало. У них сейчас по 10 тенге, сделайте по 15, ничего страшного уже. А вот работники КСК «Атлант» уверяют, что все работы идут по плану. Ремонт здесь не проводится, потому что жители не платят налоги. Деньги с них собрать очень трудно, продолжает слесарь КСК «Атлант». Наше дело. В подвалах поменены все элеваторы до одного. В этом году мы все заменили. Нет ни одного. То, что там в подвалах сыро, это дело коммунальщиков. У них постоянно забивается канализация. Если не будет сыра в подвале, будет все переть через унитазы. Понимаете? Вот. Они через день приезжают и прочищают. Через день. А то и в день по два раза. Сами же руководители КСК «Атлант» какие-либо комментарии давать отказались. Не хочу я. Знаете, даже не снимайте. Вот. Не снимайте. Да скажи уж. Не хочу. Не хочу. До того обеда. Не хочу. Не хочу. Я сейчас распланирую. Не хочу. Не хочу. Столько делали. Не хочу. Не буду. Я не буду говорить. В Караганде мотоциклист врезался в полицейский автомобиль. За последние 10 дней это уже шестое ДТП с участием этого вида транспорта. На кадрах с камер ЦО видно, как сначала водитель мотоцикла проехал на красный свет и не подчинился требованиям инспектора об остановке. Госномеров на транспорте не было. На пассажирке отсутствовал защитный шлем. Экипаж дорожной полиции бросился за нарушителем в погоню. Навстречу мотоциклисту выехала еще одна патрульная машина и стала поджидать лихача на перекрестке. В нее и врезался на полном ходу мотоцикл. Стояла машина сотрудников дорожной полиции. Сами инспекторы стояли на улице. Мотоцикл вишневого цвета пролетел на красный свет, обогнув стоящий на светофоре автобус и врезался в машину полицейских. В данный момент личность водителя установлена. Документы в принципе имеются, но транзитные номера просочены, автотранспорт, не зарегистрированный мотоцикл в органах дорожной полиции. Находится сейчас в больнице, в медучреждении, на осмотре проводятся следственные действия. С учетом показаний всех очевидцев, всех свидетелей будет проводиться проверка. Служебная проверка с нашей стороны будет проводиться. Сегодня на слете сотни молодых сотрудников полиции встретились со своими наставниками. Во встрече также приняли участие ветераны правоохранительной службы, которые поделились с молодыми полицейскими своим богатым профессиональным опытом. На торжественное мероприятие побывал наш корреспондент. На сегодня в Департаменте внутренних дел Карагандинской области насчитывается более 400 курсантов. Им же назначают опытных наставников, которые в течение года будут обучать и воспитывать будущих сотрудников полиции. Третий слет органов внутренних дел в этот раз проводился в городе Тимиртау. Церемония началась с торжественного возложения цветов к обелиску памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Огонь! После же курсанты и сотрудники правоохранительных органов посетили историко-культурный центр первого президента Республики Казахстан, где для них провели экскурсию. Как отмечает Ардак Интекпаев, заместитель начальника ДВД Карагандинской области, в рамках данной встречи был проведен и круглый стол. Будет подниматься проблемные вопросы, касающиеся именно сотрудников. Сегодня мы специально пригласили представителей Жасутан, Нуротан. В рамках торжественного мероприятия для участников подготовили документальный фильм. О работе наставников со своими подопечными. Абулайхан Джумабеков, слушатель Карагандинской академии имени Баримбека Бесенова, отметил, что их деятельность прежде всего зависит от их наставников. Они как бы залаживают фундамент. Все зависит от наставников. В итоге торжественной встречи лучших наставников наградили денежной премией, а также ценными подарками. Кроме того, отличившихся руководителей, их подопечных в мае текущего года планирует направить на слет наставников и молодых сотрудников МВД Республики Казахстан. О новостях спорта расскажет Берик Апаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. В центре бокса имени серии Касапиева впервые пройдет областной турнир Алтын-Саха. Издревле казахские дети устраивали настоящие баталии в этом виде спорта. Но со временем национальная игра утратила свою былую популярность. Теперь при поддержке госорганов эта игра приобрела статус официального турнира. И сразу же вызвала большой интерес среди современной молодежи. На самом-то деле у нас сегодня в Казахстане создана федерация по ассахату. И эта древняя игра, наша традиционная игра сегодня возрождается в нашей Карагандинской области. И на первый турнир из года в год при поддержке Акимата Карагандинской области, управления нового управления по вопросам молодежной политики совместно с нашей партией, партией Нуротан, мы будем проводить ежегодно такого рода турниры. В Карагандинском спорткомплексе «Жастар» стартовал турнир по вольной борьбе в памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Жума Жана Акенова. В соревнованиях принимают участие юные борцы 93-95 годов рождения. Турнир берет свое начало в 93-м году и с тех пор проводится традиционно. Этот турнир проводился, как я сказал, 19-й раз. Принимали участие очень большое количество ребят, которые защищали не только честь Казахстана, но и обменивство Азии, мира, но и даже Олимпийских игр. Сейчас приехало около 220 человек. Это все новости на сегодня. Напоминает телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Еще больше новостей на нашем сайте, адрес на экране. Приятных выходных, всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова